И там же в Донбассе сотни верующих присоединяются к Большому Крестному Ходу с молитвами о восстановлении мира на Украине. Участники шествия чудотворные иконы направляются в Киев, куда на днях выдвинется еще одна многочисленная группа верующих, только уже с запада страны. В украинской столице они проведут молебен вместе. Репортаж Алены Германовой. От стен старинной Свято-Успенской и Святогорской лавры торжественным шествием они преодолели уже десятки километров. Впереди еще сотни. Первый всеукраинский крестный ход за объединение страны. На призыв Украинской Православной Церкви московского патриархата уже откликнулись около тысячи верующих. Весь замысел, который был у организаторов, очень символичный для того, чтобы объединить не только наши три святыни, лавры, а объединить тех людей, которые с разных уголков нашей страны придут для того, чтобы принять участие в этом шествии и объединиться в молитве. Тем самым символически объединить и Запад, и Восток, и всех верующих нашей страны. Масштабное шествие началось в воскресенье на востоке страны. Путь со Святой Горы из Донецкой области через Харьков, Полтаву до Киева 750 километров. Еще около 400 пройдут православной западной Украины. Из Почаевской лавры в Тернопольской области они выйдут в эту субботу, чтобы в конце июля одновременно с верующими с Востока зайти в Киев. Помолиться за мир и согласие на Украине между Западом и Востоком. Если бы не было надежды, то не участвовали в данном мероприятии. Сколько вот так. Вместе идти каждый из них решает сам. До Киева путь не близкий, но паломники настроены решительно. Семилетний Глеб родом из Донецка. Здесь он вместе с мамой, братом и еще совсем маленькой сестрой. Мама, что тебе сказала? Куда идем? На Кудра-то идем. Что взяли с собой? Матрасик, на все ложится. Рубашки, плавки носки и такое. Где ночевать будете? Где будет место. Забыть о разногласиях и объединиться в общей молитве. Организаторы крестного хода призывают к миру в каждом селе и городе на пути. Во главе шествия священники Московского патриархата несут величайшую святыню Донбасса, образ Святогорской Божьей Матери. И везде чудотворную икону встречают верующие, готовые присоединиться и пройти этот трехнедельный путь. Для верующего человека с молитвой пройти за святыней Божьей Матери иконы, это не тягость, а в радость. Остановки на ночь и небольшие перерывы днем, чтобы набраться сил перед долгой дорогой. За сутки паломники должны проходить около 35 километров. В пути сопровождают полиция и медики. Люди себя чувствовали на удивление очень хорошо. Мало кто обращался, мы были готовы к большей работе. Такая жара, такой далекий путь, люди шли очень стойко. Свой путь участники шествия начинают почти сразу после рассвета и заканчивают ближе к ночи, чтобы успеть 27 июля. В канун празднования для крещения Руси и памяти святого князя Владимира две колонны крестного хода пройдут по Киевским улицам к одной из главных святынь православия. Ожидается, что в Киево-Печерской лавре в молебне примут участие десятки тысяч верующих. Алена Германова, Александр Горностаев, Первый канал, Украина.